Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию видео поздравления. Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю свою, посвященная Дню Народного Единства. В декабре 2004 года указом президента Российской Федерации утвержден новый государственный праздник – День Народного Единства. Мы впервые отмечали его 4 ноября 2005 года. Этот день занимает особое место среди государственных праздников современной России. Этот праздник с глубочайшей духовной основой. Истоки Дня Народного Единства восходят к славным и героическим событиям 1612 года. В то время не существовало единого русского государства. Было многочисленное количество правителей-самозванцев. Всюду царствовал разбой и беспорядок. Враги строили свои планы завоевания наших земель. И казалось, что у московского царства уже попросту нет будущего. Русский народ, видя все это, не стал бездействовать, а ополчился против них. Первые попытки были неудачными, но наши предки не сдавались. Большую роль на пути к народной победе сыграл Казьма Минин. Если захотим помочь московскому государству, не пожалеем ничего, чтобы спасти Отечество. Друзья и братья, народ Нижегородский. Зову я храбрых идти освобождать Москву. Станем же единомысленно всем миром и навалимся громадой на врагов. Нужно собрать ополчение и выбрать воеводу. Во многие города отправились из Нижнего Новгорода гонцы с грамотами, призывавшими помогать очищению московского государства. Из разных мест спешили в Нижний Новгород дружины и посадские люди. Крестьяне, стрельцы, казаки. Здесь их формировали в отряды и обучали. Под знаменами Минина и Пожарского вместе с православными сражались русские, калмыки, татары, башкиры, мордва и другие народы. За свободу и независимость России во все времена отдавали жизни народу всех религиозных конфессий. В ополчение, которое возглавлял князь Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. И молитва была услышана. И вот наступил славный день. Вражеское войско сдалось на милость победителей. Когда настали мирные времена, царь щедро наградил Минина и Пожарского. Посрамив врагов коварства в страшный для России год, вместе Минин и Пожарский в битву повели народ. И отряды добровольцев гневом праведным полны. Злых поляков и литовцев прочь прогнали из страны. Той победой мы гордимся в день народного единства. История не раз испытывала на прочность Россию, но всегда побеждала единство нашего народа, основанное на любви к родной земле, на ответственности за ее судьбу. В честь той победы, когда Русь наша объединилась и выстояла, стали праздновать в России день народного единства, а христиане – день Казанской Божьей Матери. Установление государственного праздника в день памяти Казанской иконы Пресвятой Богородицы, придание ему смысла дня народного единства, было огромнейшей победой в наступлении света на тьму. Это праздник добра и заботы о людях. Говорят, что если есть в человеке доброта, чуткость и доброжелательность, значит, он, как человек, состоялся. Давайте будем терпимее, добрее и благожелательнее друг к другу, ведь эти лучшие качества объединяют людей, а значит, укрепляют наше российское государство. Чтобы стояла земля наша русская, любите Россию, матушку, и помните, что только в единении и доспоченности мы сильны. Давайте поздравим друг друга, пожелаем больше счастья, добра, любви, поменьше невзгод и побольше единства. С праздником! Золотоглавая Россия Благовекая страна Удивительно красива Необъятно широка Через войны непокорно Через время и судьбу Мы идем с тобой, Россия Умножая честь твою Все народы наша слава Запада и на восток Ты могучая держава Мы один большой народ Мы великая Россия Мы единая страна Наше братство, наша сила Наша гордость, Родина Много нас, нас, миллионы Если только захотим Покорим моря и горы Все незгоды победить Редактор субтитров А.Семкин